В 11 магазинах Абакана в день последнего звонка торговали алкоголем, несмотря на запрет. Сотрудники полиции проехались с рейдами по торговым точкам. В результате мониторинга нарушения выявлены в магазинах на улицах Некрасова, Торговая, Вяткина, Маршала Жукова, Буденного и Кубничная. В двух точках, где не были предоставлены сопроводительные документы, из незаконного оборота изъято 30 литров алкоголя. Владельцы будут привлечены к административной ответственности, им грозит до 40 тысяч рублей штрафа. Клещи покусали в Хакасии 1300 человек. Это общая статистика с начала эпидсезона, уточняет Роспотребнадзор. Только за минувшую неделю кровососущие впились в 255 жертв. Чаще всего они нападали в окрестностях Сеяногорска, а также в Бейском, Аскизском, Ширинском и Ардженкидзевском районах. Эпидемиологи отмечают, 73% пострадавших не были привиты. На сегодня в республике подтверждено 3 случая заболевания энцефалитом, 3 – боррелиозом, 2 – сибирским тифом. Еще 17 – укушенных под наблюдением с подозрением на клещевые инфекции. В Госдуму внесены законопроекты, которые обяжут дачников быстрее осваивать свои участки, а тех, кто построил дом, активнее регистрировать права на них. Согласно поправкам, срок освоения земли не должен превышать 3 лет. Сейчас таких требований нет, так же, как и перечня признаков того, используется ли участок или нет. Как пояснили в Росреестре, 3 года – достаточный срок, чтобы подготовить земельный участок, например, к строительству, подвести временные сети, подготовить проект. Кроме того, предлагается дополнить градостроительный кодекс положением о том, что после завершения строительства владелец обязан поставить дом на кадастровый учет и провести госрегистрацию прав, иначе ему будет грозить административная ответственность.